Здравствуйте дорогие подписчики и гости канала. Вы смотрите видео версию сайта на земле инфо, выпускаемую специально для тех, кому сложно или не хочется читать. Ссылку на текстовую версию вы найдете в описании к видео. 4 неприхотливых растения, которые красиво цветут даже на истощенной земле. На участках многих садоводов есть места с истощенной почвой. Однако и на них можно посадить растения, которые будут радовать глаз своим роскошным цветением. Аноциклус булавовидный. Яркий аноциклус в высоту вырастает до 60 сантиметров и обладает многочисленными темно-зелеными стеблями с перистыми листьями, формирующимися в пышные округлые кусты. Стебли бывают как стелющиеся, так и прямостоячие. Цветет со второй половины июля до октября кремово-желтыми одиночными корзинками, похожими на обычную садовую ромашку. Комфортно себя чувствует на каменистых участках и склонах. Предпочитает солнечные места, защищенные от порывов ветра, с умеренно влажной песчаной почвой. В тени развивается медленно и часто болеет. Размножается семенами. В конце марта семена высеиваются в рассадные ящики, а через 35-45 суток ростки переносятся в открытый грунт. Лея изящная. Растение имеет прямые, сильно ветвящиеся побеги, образующие округлую крону и удлиненные ворсистые листья с тонким, приятным ароматом. В высоту достигает 50 сантиметров. Цветет с начала июля до поздних осенних заморозков, многочисленными золотисто-желтыми корзинками с белым краевым ободком. В уходе культура неприхотлива. Высокоустойчива к жаре и дефициту влаги, невосприимчива к сквознякам и порывам ветра. Любит открытые солнечные участки. Комфортно чувствует себя на суглинках, песчаных и супещаных грунтах с нейтральной кислотностью. Размножается семенами, которые смешивают с песком и после таяния снега заделывают в грунт. Ночная фиалка. Необычайно ароматная фиалка является однолетним растением. Ее внешний вид и цветовая гамма зависят от разновидности. Культура имеет резные бархатистые листья и может обладать как прямыми, так и раскидистыми стеблями с большим количеством отростков. В высоту вырастает до 65 сантиметров, любит влагу. Цветет с начала лета до поздней осени. Распускается маленькими, неяркими цветами. Предпочитает солнечные участки, защищенные от порывистых ветров, и рыхлую суглинистую или супещаную почву с низкой кислотностью. Размножается семенами, которые высеиваются непосредственно на постоянное место роста. Допускается применение рассадного метода посадки. Эхиум кривоцветковый. Великолепный медонос вырастает в высоту до полутора метров. Обладает зелеными или серебристыми длинными узкими листьями. Цветет на протяжении всего лета. Распускается синими, фиолетовыми, белыми или розовыми цветами. Любит хорошо освещенные участки. Не терпит соседства с высокорослыми растениями. Не нуждается в поливе и негативно относится к повышенной влажности. Отлично растет на обедненной и слабощелочной почве. Размножается семенами, которые можно высеивать в конце весны в открытый грунт или в марте в рассадные ящики. В открытую почву рассаду следует переносить в начале июня. Друзья, ставьте лайк, если видео вам понравилось и обязательно делитесь в комментариях своим опытом выращивания растений. И не забудьте подписаться на канал, будет много интересного о домашних растениях и не только.